Доброго времени суток моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Вчера ехала в маршрутке и слышала такой крик. Женщина разговаривала по телефону. Она рассказала всё. Все, кто сидел в маршрутке, но они уже не знали, куда себя деть от стыда, потому что она такие вещи говорила. Я пока ехала, себе думала, а вообще есть какой-то этикет? И, естественно, он есть. И есть основные правила телефонного этикета. Сейчас, конечно, нельзя себе представить жизнь без телефона. Это понятно. И все вопросы мы решаем посредством телефона. Это, слава Богу, такая благодать, что у нас есть телефон, что не нужно бежать в библиотеку, находить какую-то информацию, стоять в очереди, выписывать этот талончик. Некоторые книги нельзя было выносить из читального зала. Ну, я не знаю, как у вас, это я в свои времена, в свои молодости, я один из тех людей, которая оббивала пороги центральной библиотеки. и надо было сидеть, читать эту информацию, с собой брать ручку, с собой брать тетрадь, выписывать всё, что тебе нужно. Фотографировать было нечем. И вот забирать книгу нельзя было. А те, что можно было брать, то обязательно нужно сдавать в определённый час. И не больше. Если ты передержал, тебя могли штрафовать, если ты не вернул, там умножали стоимость книгу на 10. В общем, были, были такие моменты. А хорошие книги во времена моей молодости купить было невозможно. Невозможно. Просто невозможно. Их надо было заказывать. Ну, в общем, вот было именно так. Во времена Советского Союза нормальную книгу купить было нельзя. Вечно мы доставали. Помню, сдавали макулатуру, и там получали томики Александра Дюмы. И вот представьте, насколько сейчас приятно, когда ты включаешь аудиокнигу или включаешь такую передачу, вот как я вам преподношу, чтобы вы не были привязаны к экрану. У меня каждая программка – это как радио. Но радио полезное. Так вот, подумала я, да, у нас есть такая благодать, у нас есть такой удобный девайс, у нас есть замечательный девайс. Но есть ли правила? Послушайте, они есть. Их нужно ощущать душой. Интеллигентный человек, он ощущает изнутри, как можно вести себя в обществе, как нельзя. Но кроме того, существуют и определенные правила. Ну, вы скажете, где вы их нашли? И я знаю, где искать. Правила дипломатии, дорогие мои. Итак, первое. Нельзя класть телефон на стол во время встреч с людьми, потому что индивидуальная встреча – это самое главное. А если вы будете отвлекаться на звонок, это значит, что вы не уважаете своего собеседника и игнорируете его. Вообще-то люди очень уязвимо на это реагируют. Признак плохого воспитанного, плохого воспитания – это когда на столе лежит телефон, вот так вот, вам позвонили, несмотря на то, что вы на встрече с человеком, вы берете, разговариваете, и вам всё равно, что о вас подумают. Однозначно, телефон должен быть убран со стола. Вообще, когда вы собираетесь трапезничать, уберите телефон со стола, если вы не собираетесь его съесть. При потреблении пищи на столе может находиться только то, что принадлежит к трапезе. Еда, посуда, столовые принадлежности и декор. Поэтому убираем все средства связи в сумочку, в портфель или карман. Им не место на столе. Теперь, это то же самое, что касательно сумки. Никогда не ставьте сумку, портмоне на стол. Никогда. Это считается высшей мерой бескультуре. Потому что сумка ваша может лежать и на полу. Может быть, на этот пол до этого кто-то наступил ногой, а теперь вы пришли в ресторан и положили сумку на стол. Либо вы пришли кому-то в гости и положили эту сумку на стол. Вот по этой причине это высший считается, самый высший пилотаж бескультуре, когда вы свои принадлежности, а именно портмоне, кошелек, сумки, телефоны и так далее кладете на стол. Высшей степени бескультуре, когда вы стоите, беседуете с человеком или задаете вопросы, или к вам человек обращается, а вы в это время держите телефон и смотрите на телефон и делаете вид, что вы там что-то ищете. Это высший пилотаж бескультурного человека. Ещё раз, когда к вам обращаются, с вами разговаривают, а вы в этот момент не смотрите человеку в глаза, не общаетесь с ним лицом к лицу, а смотрите на телефон и что-то там копаетесь и как бы невзначай отвечаете человеку мимоходом как бы, то это высшей степени считается бескультуре. С чем это можно сравнить? Ну, например, к вам подходит человек, откуда вообще это правило взялось. Например, к вам подходит человек и спрашивает там, может быть, он вас знает, привет, там, как дела, как то-то-то, а ты стоишь, открываешь свою сумку и начинаешь нервно копошиться в своей сумке, как будто ты что-то ищешь. Человек ощущает себя так, как будто он здесь лишний, что, ну, неуютно себя человек ощущает. Вот это примерно одно и то же. Поэтому это тоже правило плохого тона. Телефонным звонкам, как и любому делу, есть свое время. Не стоит звонить ранним утром. Вообще, запомните, до 10 часов утра людей беспокоить нельзя. Это, знаете, как в гости ходить по утрам. Помните Винни-Пух? Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Да? Это такая импровизация, ирония. Вот поэтому нельзя до 10 часов беспокоить людей. Это люди бескультурные, которые с утра звонят и начинают. А как у тебя дела и так далее. Нельзя звонить вечером после 21 часа. Запишите. То есть, после 9 часов вечера звонить нельзя. Это также показывает то, что вы некультурный человек. С малознакомыми людьми лучше не общаться по телефону в выходные дни. Ну, конечно, если это не оговорено заранее. У каждого человека выходные расписаны, запланированы. Это некультурно беспокоить людей в их выходные. Это некультурно. звонок в выходной день, еще и утром, это все равно, что прийти в гости, не предупредив. Без звонка, без договоренности прийти и стучать в дверь. Это высший пилотаж без культурья, когда люди приходят к кому-то в гости, не предупредив их заранее, что я к тебе иду или я к тебе приду. Будь готова. человек вам ответит. Будет ли он дома? Может быть, этого человека не будет. Может, у него другие планы. Может, он просто не хочет вас видеть. А может быть, наоборот. А может, человек хочет встретить вас не дома, а где-то в кафе. Может быть, дома ему неудобно вас принимать. У него могут быть гости. Да, в конце концов, может быть, не прибрано и так далее и тому подобное. Всякие разные причины могут быть. Родители приехали или еще что-то. И необходимо помнить, что во время личной беседы не рекомендуется обращаться к малознакомому человеку на «ты». Обращайтесь на «вы». И очень невежливо называть своего собеседника девушка, мужчина, женщина. Ой, женщина, знаете что? Вот это или мужчина, знаете, это показывает неуважение. Вот когда вы выражаете неуважение, вы говорите «мужчина, отойдите, пожалуйста». Да? Вот нельзя так к человеку обращаться. Крайне недопустимо жевать, есть и пить во время телефонного разговора. почему когда я веду какую-то передачу и когда именно на экране я обычно это делаю с чашкой кофе или с чашкой чая или с каким-нибудь коктейлем или с напитком. И когда я делаю глоток, я всегда выключаю камеру. И никогда я в камеру не ем. очень часто вижу такие видео, когда какая-нибудь девушка или мужчина сидит, разложил перед собой там все, ест, жует и вот это все на камеру. Это по этикету один из признаков дурного тона и выражает неуважение к собеседнику. Ну, вы скажете, наверное, этот человек не знает. это не нужно знать, этим нужно интересоваться с самого детства, с юношества. И это должны вкладывать родители, а также бабушки и дедушки. Вот почему я сегодня сделала именно такую программку. Разговаривая мобильным телефоном, постарайтесь не делать это в непосредственной близости от людей, ведь своими разговорами вы можете доставить им кучу неудобств. Не стоит одновременно разговаривать по телефону и, например, с продавцом, кассиром, официантом и так далее. Не стоит одновременно. Это крайне неуважительно по отношению к собеседнику. Очень часто бывает так, что звонок по каким-то причинам прерывается. Вы перезваниваете и не можете дозвониться. Слышите в трубке досадные частые гудки. Чтобы не попадать в неловкую ситуацию, достаточно знать. Перезванивает тот человек, который был инициатором звонка. Еще раз запомните, перезванивает именно тот человек, который вам позвонил. Если вы ошиблись номером, просто извинитесь и затем завершайте разговор. Никогда не сбрасывайте звонок. Это невежливо. Знаете, как вы позвонили человеку, а он говорит, ой, вы, наверное, не туда попали. Бац, все. Гудки. Нужно сказать, извините, пожалуйста, до свидания. И положили трубку. Лучше ответить и попросить перезвонить через конкретный период времени. Не сбрасывайте звонок. Никогда. Даже вот если вам просто звонят, а вы заняты, и вы сбрасываете, сбрасываете, так нельзя. Нужно взять трубку, ответить и попросить перезвонить через какой-то период времени. Поэтому никогда не сбрасывайте звонки. Никогда не туда попали, никогда вам звонят, а вы не можете поднять трубку, и вы сбрасываете. Ответьте и все. И вот после очередной такой, вернее, такого, знаете, наблюдения за людьми, когда они в общественном транспорте, или в общественных учреждениях, в общественном месте, где много людей собрались на остановке, ты начинаешь кричать там. Рекомендую во всех учреждениях и общественном транспорте телефон ставить на бесшумный режим. Вообще по правилам хорошего тона полный сигнал допускается дома или на прогулках. То есть там, где громкий звук вашего двайса никому не помешает. И знаете, что телефон это все равно, что гигиеническая норма, а гигиена дело личное, интимное. Поэтому не всегда стоит посвящать посторонних в подробности процесса. честно, когда подходит к вам официант, к примеру, принять заказ. А вы в это время говорите по телефону. Человек пришел, вы же пришли в это кафе. Вы пришли в это кафе. Это также является высшим пилотажем бескультуря. Сначала раз человек к вам подошел, сделайте заказ, все, а потом можете позвонить и то тихо-тихо разговаривать. Ну, вот такие вот, пожалуй, правила этикета мобильного телефона. Основные правила, скажем, телефонного этикета. И мне кажется, что эти правила должен знать каждый. Дайте кому-то ссылочку, пусть послушает, это же как радио. Это очень удобно. А я люблю вас, здоровья вам, благословений и мудрости, вежливости. Вас будут уважать, если вы уважаете. Пока-пока.